Мы хотим инвестировать в Ингибитор. Деньги выводить со счета. Документы подписаны тобой. Удачи! Там какой-то кошмар. Ну вообще-то это серьезно. Мне нужно срочно завершить свою разработку. Ты просто извращенец. Он же гений. А я говорил. Привет, я Клифф Хенгер, и это фильм Манки-мен. Вечно проигрывающий участник подпольных боев без правил внедряется в мафиозную структуру, чтобы отомстить за смерть своей матери. В этом ему помогают члены религиозного культа. Фильм начинается с мальчика Кида, который с мамой читает детскую книжку. Легенду о Ханумане, обезьяноподобном божестве, проглотившем однажды солнце, приняв его за манго. История переносится на несколько лет вперед. Подросший Кит выступает в маске обезьяны на подпольном турнире по боям без правил. Несмотря на старания, Кит проигрывает бой. На арене появляется Тайгер. Он не перепутал турнир с девятым районом. Он здесь организатор и объявляет победителей. Позже Кит просит у босса больше денег за выступление, но для повышения платы нужно поднять уровень шоу. Кит покупает у местного подростка информацию о расписании бизнес-леди Капур. Вскоре местный попрошайка, задевая ее столик на уличном кафе, вытаскивает из сумочки кошелек. Чудом исцелившись от недуга поодаль, вор передает кошелек дальше. Отлаженная цепочка уличных воришек через десяток рук приносит предмет к заказчику – Киду. С украденным кошельком Кит идет в заведение Кингс, которым управляет Капур. Солгав, что отобрал его у воришек, парень вместо денежного вознаграждения просит взять его на работу. В доказательство того, что он не чурается замарать руки, он показывает ладони – они испещрены ожогами. Сперва менеджер ломается, но затем нанимает его посудомойкой. На кухне Кит знакомится с Альфонсо – местным барыгой и помощником Капур. После работы парень отправляется в злачные места, чтобы за определенную мзду пройти в потайное убежище, где бойко продается эхо войны. «Тяжесть – это хорошо, тяжесть – это надежно», – думает Кит, приобретая револьвер. Подавая чай, Кит подслушивает разговор Капур с Альфонсо о готовящейся VIP-вечеринке. Парень упрашивает барыгу взять его официантом на мероприятие, но тот отказывается. Люди придут слишком серьезные, чтобы персонал из кого попало набирать. Чтобы убедить его, Кит предлагает заработать на ставке в подпольном турнире. Он признается, что будет выступать на договорном бое. Он победит в первых двух раундах и ляжет в третьем. Вечером Альфонсо приходит по указанному адресу. Бой происходит в точности, как говорит Кит, поэтому он назначает его официантом на вечеринку. В процессе барыга объясняет, как себя вести и кто есть кто из гостей. В зале собралось немало влиятельных бизнесменов и политиков. Помимо этого выясняется, что заведение – это элитный бордель с проститутками со всего мира. А самые фешенебельные номера находятся наверху, куда ведет золотой лифт. После работы Альфонсо и Кит спускаются на парковку, где барыга демонстрирует свой агрегат. Модернизированный тук-тук, способный выдавать приличную скорость. Он подвозит Кита домой. Во время следующей смены официант примечает рядом с девушкой по имени Сита клиента. Его перстень вызывает у Кита приступ флэшбэков из детства. Отряд полиции пытался выселить их с мамой и соседями из деревни. Не в силах обуздать гнев, Кит выходит на улицу в переулок к мусорке. Там он замечает бездомного песика, которого подкармливает остатками еды из бака. За этим делом его застает Сита, вышедшая покурить. Дальнейшие дни протекают однообразно. Кит трудится официантом в борделе, во время перерыва подкармливая и дрессируя собачку. Иногда он подрабатывает мальчиком для битья на подпольном ринге, а в свободное время тренируется в стрельбе из револьвера. Когда наступает срок, Кит использует собаку, чтобы та притащила через дыру в заборе пистолет. Пронести ствол через дверь мешает рамка металлоискателя. Альфонсо доверяет разносить вместо шампанского пузырьки с кокаином, который сам заботливо фарцует. В толпе сиборитствующих богачей, предающихся изысканному блуду, официант замечает начальника полиции Синка. Серега в шрамированном ухе также вызывает приступ воспоминаний. Кит идет в туалет, где пытается вернуть самообладание. Затем он добавляет в порцию кокаина чистящее средство. Эту порцию он передает Сингху. От дорожки ангельской пыли у копа кровь идет из носа, вынуждая пойти в туалет умыться. Следом, аккуратно прикрыв дверь на замок, заходит Кит, сжимая револьвер в руке. Он направляет ствол в голову Сингху, намекая, что это месть за мать. Полицейский перехватывает пушку и бьет официанта пузырьком с духами. Раздается выстрел. Гостя в зале начинают разбегаться в панике. В сортире в это время идет Великая Мочилова. Несмотря на опыт в ММА, Кит отгребает от тяжелого и крупного копа, которому помогает коллега, прежде чем словить пулю. Даже использование подноса и кувырков не помогает Киту забороть противника. С трудом вырубив его на мгновение, официант ползет к стволу, но раненый засранец из кабинки подобрал его раньше. Схватив гостя за ноги, Кит знакомит его поближе с фаянсовым другом, но револьвер улетает туда же. А следом наваливается коп, которого парень пытается задушить цепочкой от сливного бачка. Драка продолжается. Разбив головой Кита раковину, Синг достает припрятанный нож и втыкает его в ногу противника. Когда коп берет Кита на удушающий, он вытаскивает нож и наносит ответный удар. В это время в дверь ломится охрана, вынуждая отступать от миссии. Выйдя через запасной выход, Кит прыгает с разбега в окно, но оно оказывается прочнее. Парень вынужден пробиваться к выходу из здания по лестнице, расшвыривая по пути охрану. Добравшись до парковки со спящим сторожем, парень перевязывает рану на ноге. Следом уже спускаются вооруженные охранники, а также каким-то чудом добравшиеся намного позже гости из зала, во главе с Альфонсо. Кит по старой памяти угоняет его тук-тук, но, заметив барыгу, останавливается, чтобы подвезти. Коллеги по бордельному бизнесу мчатся по трассе, когда за ними увязывается погоня. Оторвавшись от машин, Кит резко тормозит, чтобы пропустить мотоциклы полицейских. Вскоре к погоне присоединяется вертолет. Это как минимум три звезды по меркам ГТА. Кит петляет по узким улочкам, пытаясь сбросить хвост, но внезапно замечает впереди несвоевременно нарисовавшуюся девочку и тормозит. Тут же в тук-тук врезается тачка копов, переворачивая. Раненый Кит видит, как Альфонсо убегает, пока другие копы не подоспели и не вырубили парня точным ударом. В себя Кит приходит внутри воронка и в наручниках, но оперативно сопротивляется аресту. Пиная копов, он забирает у одного ствол, после чего стреляет в остальных. Утихомирив противников, арестант выбивает пулей замок и сигает наружу. Кит забегает в ближайший дом и поднимается по лестнице. Это оказывается увеселительное заведение, и вскоре появляется недовольный хозяин с топором. Тот размахивает им, причиняя неудобства гостям, пока беглец аккуратно уворачивается. Но когда топорищем его прижало к стене, Кит как бы говорит хозяину «Знаешь, какой мой любимый персонаж Фоллаут?» и кусает его за нос. Тот сразу не понял, продолжая размахивать полуфабрикатом для каши. Разборка продолжается, он почти душит дровосека цепью от наручников, но тут вламываются копы и открывают огонь. Парень убегает, выбираясь на крышу. Там он мчится вдаль, но меткий выстрел с вертолета настигает его, и беглец, теряя сознание, падает в мутные воды близ лежащей реки. Терзаемый флешбеками, Кит на секунду приходит в себя где-то в подполье. Из него извлекают пулю и прижигают раны. Очнувшись, парень узнает, что находится в храме касты неприкасаемых хиджра – религиозных трансгендеров. Кит хочет уйти, но смотритель Альфа убеждает остаться на исцеление. В процессе Кит приобщается к культуре общины, включающей в себя музыкальные песнопения. Альфа видит, что его терзают не только недуги тела, но и травмы души. Он приглашает гостя посмотреть на священное дерево, семена которого хиджры используют в ритуалах. Альфа предлагает Киту пройти такой ритуал, для чего изготавливает из семян дурманящий порошок и дает гостю вдохнуть. Во время наркотического трипа Кит отправляется в детство. Он смотрел с мамой кукольное представление, когда деревню окружили коррумпированные полицейские, посланные лидером религиозной секты Бабой Шахти. Продажные копы начинают стрельбу, поджигают дома и избивают граждан, чтобы убедить их уйти с этой земли. Мать прячет Кида на чердаке, откуда тот видит, как в дом заходит Синг. Синг пытается изнасиловать его мать, но та, отбиваясь ножом, оставляет на ухе шрам. Взбешенный начальник избивает женщину, после чего поджигает ее. Все это на глазах подсматривающего сверху Кида. Когда полицейский ушел, мальчик пытался спасти горящую мать, обжигая до мяса руки. Так он получил ожоги. Пережив еще раз травмирующий опыт, Кит будто побывал у психолога и проработал проблему. Он начинает тренироваться в храме, набивая руки для предстоящего камбэка в криминальный мир. Местный запрещенный барабанщик помогает ему понять то, что любой тренер давным-давно объяснил. Ритм, ритм и еще раз ритм. Нащупав темп, Кит уверенно набирает форму, практикуясь в силе выносливости. Начинается Дивали, фестиваль огней. Аккурат к началу праздника партия Бабы Шакти победила на выборах. Община Хиджера подвергается гонениям со стороны сторонников Шакти. Кит видит избитого члена, приютивший его касты. Понимая, что промедление растянет историю, он возвращается в город. Альфонс, оскрывающийся от коллег, замечает афишу о возвращении на подпольный турнир обезьяны. Не веря, что Кит вернулся, он отправляется на импортозамещенное UFC. Тайгер с радостью объявляет новый бой, накручивая интриги и заводя жадную до хлеба и зрелищ толпу. Боец в маске обезьяны действительно вернулся. Только представление в начале боя оказалось продолжительнее самого матча. Кит вырубил оппонента одним выверенным ударом ноги. Ошеломленная публика и недовольный организатор не знают, что делать. Кто-то крупно попал на бабки. Не желая отпускать Кита, Тайгер выводит на ринг второго бойца, Громилу по прозвищу Медведь. С ним возникают некоторые проблемы. Вырубить так просто не получается. Но преимущество в скорости остается за обезьяной. Он уворачивается от атак, нанося свои удары. Тайгер дает медведю биту, обмотанную колючей проволокой, чтобы тот показал наглецо, где Люсиль зимует. Сшибив дропкиком оппонента, обезьяна поднимает биту, но не добивает его. Зрителям не остается ничего иного, кроме как радоваться его победе. Выясняется, что Кит отправил подельника поставить на себя все деньги. Выигрыш он отправил общине Хиджры, которая спасла его. Затем парень вспоминает классику. «Я в маске белой обезьяны на праздник к вам попасть мечтал». И перекрашивает маску в белый цвет. Пока народ отмечает Дивали, в Кингс собираются коррумпированные политики во главе с Бабой Шакти. Кит отправляется туда же, снимая маску на входе. Хватит обезьянничать. Он перебирается через забор и идет на кухню, откуда начинал карьеру Мстителя. Там его встречает дружной толпой охрана, чтобы поодиночке отгрести. Перебив всех вставших на пути, Кит ставит на огонь газовый баллон, чтобы приготовить блюдо Биг Бадабум. Прихватив нож, Мститель продолжает путь. В лифте он наглядно объясняет еще двум охранникам, кто тут протагонист, а кто безликий статист. Гости в зале слышат взрыв баллона на кухне, когда из лифта показывается окровавленный Кит и запускает в Сингха заранее припасенный фейерверк. Пока одни гости в панике разбегаются, а других выводят телохранители, Кит разбирается с отреспанившейся охраной. Отвешивая нубом тумаков, он замечает, что Сингх удирает на золотом лифте. Чтобы нагнать его, необходимо сперва разобраться с прихвостнями, что парень исправно делает, не чураясь использовать подручные средства. Едва первая партия закончилась, как на лифте прибывает второй отряд. «Где ж вас всех хоронить?» – думает Кит. Но тут на помощь приходит боевой отряд Хиджра под предводительством Альфы. Начинается замес, в ходе которого бьется посуда и ломается мебель, а Кит успевает подраться на барной стойке. Вакханалия кровопролития и жестокости продолжается, когда появляется хозяйка заведения с пистолетом. Капур пытается подстрелить Кида, когда на помощь приходит проститутка Сита. Она под носом вырубает начальницу. Парень этим же девайсом отрубает палец хозяйки и уезжает на золотом лифте вверх. Наверху его встречает Сингх. Он спокойно уворачивается от атак соперника, точно нанося ответные удары. Сингху удается сбить его с ног, но ситуацию это не меняет. Поднявшись, прокачавшийся парень выглядит лучше. Сбив в итоге продажного копа, Кит до смерти забивает его брошенной кем-то из проституток туфлей. Подняв нож Синха, который тот в этот раз не успел применить, Кит, используя отрубленный палец хозяйки, едет на лифте дальше, прямиком в пентхаус бабы-шакти. Религиозный гуру и избранный политик ждет его в одиночестве, начиная разговор издалека. «Поцелуй меня в затылок». Пополоскав ноги в бассейне, гуру берет свои подуки, специальную обувь, подчеркивающую важный статус, и идет навстречу Мстителю. Баба-шакти пытается заболтать кида разговорами о религии, но едва тот отвлекается на прожектор пролетающего вертолета, достает из подуков спрятанные клинки и, как матерый ассасин, втыкает один гостю в бок. Удивленный кит роняет нож и подставляет руку под второй удар. Клинок пробивает ладонь насквозь, но ярости Мстителя хватает, чтобы схватить кулак гуру и сломать ему запястье. Вытащив из ладони лезвия, кит в иступлении тычет им в грудь бабы-шакти. Затем встает, шатаясь и смотрит на полотно на стене, в центре которого виднеется Хануман. Глядя на него, парень вспоминает прогулки с матерью по лесу, первые счастливые воспоминания за долгие годы. Глаза кит закатываются, и он падает. На этом фильм заканчивается. Субтитры создавал DimaTorzok